Работа проводится очень просто. 200 лучших педагогов Республики Казахстан, которые прошли специальное обучение по тестологии, составляют эти тестовые задания. Другая группа не менее опытных педагогов составляет группу экспертов. И созданные тестовые задания проходят двойную экспертизу. Но этого мало. Для того, чтобы тестовые задания реально работали, их надо обязательно опробировать, что и в обязательном порядке делается. Таким образом, прежде чем попасть в базу тестовых заданий ЕНТ, каждое задание проходит тройной-четверной фильтр. Добавлены вопросы логического характера. В международных сопоставительных исследованиях Казахстан показывает неплохие позиции, там, где речь идет о демонстрации своих знаний, накопленных, которые можно воспроизвести. Но гораздо сложнее нашим школьникам дается задание, где надо проявить смекалку, где надо проявить жизненные функциональные навыки, где надо проявить логику, работу с графическим материалом, делать выводы, обобщение, вычленять из потока информации основные мысли. Наша средняя школа до последнего времени не учила детей этому. По поручению главы государства принята программа функциональной грамотности. В рамках которой полностью будет меняться содержание образования, которое будет нацелено, чтобы наши дети свободно ориентировались и в быстро меняющемся мире. Глава государства как-то публично сказал, что теперь уже мало быть просто грамотным. По этому показателю Казахстан занимает очень хорошие позиции по уровню грамотности взрослого населения. Гораздо важнее, чтобы сейчас наши дети научились в огромном потоке информации, которая обрушивается на их голову, извлекать самое главное, анализировать ее и грамотно и эффективно использовать эту информацию в своей жизни. Вот эти функции сейчас являются ключевыми. Эти компетенции являются ключевыми. И поэтому тестовые задания направлены на то, чтобы мотивировать детей именно развиваться в эту сторону. К слову, я хочу сказать, что в этом году каждый ребенок, который желает участвовать в тестировании, уже на сегодня минимум четыре раза прошел пробное тестирование. То есть уровень подготовки к ЕНТ будет достаточно хорошим. Была создана группа порядка 50 человек, которые в течение трех лет совместно с лучшими мировыми экспертами по созданию этих тестовых заданий работали над повышением своего профессионализма. Было создано две лаборатории, которые сейчас работают именно по этим тестам, ability-тестам, тестам общих способностей, логическим тестам. Эти две группы сейчас работают в центре тестирования. На сегодняшний день уже создана такая база тестовых заданий по математике. создается и создана отчасти по филологии, то есть по языковым тестам.